добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о моральном авторитете отца и взаимоотношениях с врагами еще одна полезная вещь которую дают нам наши недруги это то что они показывают нам другую перспективу не нам показывает изнанку нашей жизни они показывают нам что существует не только определенный взгляд на наши поступки наши дела мы с вами живем в окружении людей и вообще мы стараемся изо всех сил окружить себя людьми которые не вводят нас состояние дискомфорта наша семья наши друзья наша церковь наши какие-то другие сообщества это достаточно лайтовые такие сообщества где нам очень удобно приятно очень комфортно находиться и соответственно когда мы принимаем какие-то решения мы даже вот где-то инстинктивно где-то неосознанно мы отсекаем негативные аспекты так вот враги они нам говорят нет 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 братан то что ты собираешься сделать это плохо и они обязательно найдут в чем это будет плохо и знаете не всегда что они то что они будут говорить будет ложью у них очень критический взгляд на тебя на меня на нас и они выискивают они как бы знаете они нацелены на то чтобы найти некий негатив и у них это очень хорошо получается вот если вы попробуете найти на себя негатив то со многим негативным вы просто не согласитесь каждание не это все придумки но твой враг он найдет обязательно изъяны в том что ты делаешь в том как ты видишь мир в том как ты поступаешь друзья будут тебя оправдывать враги они будут тебя осуждать это их не знаю призвание наверное и тем самым они дают тебе информацию которую ты не получил бы ни от кого другого и когда ты принимаешь решение особенно когда это такие серьезные судьбоносные решения вот эти вот влияния ветры да со стороны врагов они могут серьезно скорректировать тебя в сторону успеха и ты будешь в обязательном порядке осторожней ты в обязательном порядке будешь сдержанней будешь более целенаправленным будешь более продуманным вдумчивым и ты будешь учитывать мнение врагов ты будешь думать а как вот этот товарищ отнесется а как тот отреагирует он обязательно вылет на меня будут вообще ушат помоев вот если я сейчас это сделаю тот сядет приедет соберет тех людей с которыми буду работать а он вывалит на них весь компромат который у них есть у него есть как мне поступить стоит ли мне это вообще делать будет ли это полезно или это нанесет ущерб и моей репутации и тому делу которое там есть я вам так скажу у меня есть один враг он достаточно богатый влиятельный человек и у него есть такая привычка где бы я не появился он приезжает туда собирает этих людей и начать рассказывать им какой я плохой и очень много раз когда меня приглашали куда-то поехать я представлял себе что как только я уеду оттуда этот человек приедет он соберет этих людей и он начнет рассказывать им гадости и я представлял как эти люди отреагируют да мне не особо важно мнение людей особенно когда они слушают сплетни но я думаю не об этом я думаю знаете о чем я думаю о том что эти люди через которых я начал работать вот в этой местности я стал проповедовать там евангелие мы стали говорить о каких-то очень важных вещах продвигать наше движение там они поверят этому нечестивому товарищу и они просто во-первых сами не будут этого делать и не заблокируют это дело и несколько раз я отказывался от поездок потому что я понимал что люди которые меня приглашают не являются зрелыми они не отнесутся к ложе как к лжи они не будут проверять они просто будут копаться в этом и многие кстати в этом находят больше удовольствия в своей жизни я откладывал эти поездки в некоторые места и до сих пор ни разу не поехал только по этой причине и был прав потому что на самом деле там бы не просто все застопорилось но на долгие годы бы эта дверь была бы закрыта вот когда мы с вами обладаем врагами они нас очень сильно корректируют показать другую перспективу того что мы делаем